добрый день сегодняшняя лекция будет посвящена в отличие от предыдущей лекции связаны с высокими температурами и давлениями другой совершенной ситуации которая будет связана с низкими температурами и низкими давлениями при проведении синтеза речь идет о процессах которые объединяют название криотехнологии криотехнологии или криохимическая технология это технология синтеза веществ и материалов с применением низкотемпературного воздействия история использования холода для различных процессов ведет свое начало от 19 века когда в 1810 году была создана первая установка для получения искусственного льда позже появилась и мячная компрессорная машина и примерно в это же время в конце 19 века было начато исследование химических реакций которые протекают при низких температурах и вот здесь были обнаружены удивительные вещи связаны с тем что оказалось что есть такие процессы химические реакции скорость которого увеличивается скорость которых увеличивается с понижением температуры почему это удивительно ну вообще говоря реакции происходит за счет того что молекулы сталкиваются друг с другом в результате такого столкновения происходит разрыв химических связей в исходных молекулах и образование новых химических связей которые дают соответственно продукты реакции доля эффективных столкновений таких активных молекул которые приводят к образованию продукта возрастает с увеличением температуры и это выражение которое здесь записано как экспонента в степени минус е разделить на рт дает нам величину для выражения скорости реакции величина е в этом уравнении это энергия активации то есть это некий энергетический барьер который необходимо преодолеть сталкивающимся молекулам прежде чем произойдет перераспределение связей так вот если обнаружены процессы скорость которых увеличивается с понижением температуры значит ли это что энергия активации для этих процессов отрицательно вообще говоря с точки зрения здравого смысла такого быть не может поэтому были проведены во всяком случае достаточно многочисленные исследования которые показали что такое вот низкотемпературное инициирование процесса связано с образованием термически неустойчивых молекулярных комплексов которые способствуют протеканию процесса именно в этом направлении о чем фактически идет речь меняется механизм процесса с большей долей вероятности с большей легкостью протекают стадии которые имеют меньшую энергию активации что неудивительно соответственно при этом подавляются процессы которые будут обладать высокой энергией активации что мы получаем в результате мы получаем высоко селективный химический проект процесс который обусловлен протеканием реакции с низкой энергией активации и вот это изменение механизма процесса изменение пути по которому идет процесс и обеспечивает такую вот кажущуюся отрицательную энергию активации хотя на самом деле речь идет о том что вообще говоря мы при разных температурах наблюдаем разные процессы способы достижения умеренно низких температур а умеренные низкие температуры это вот диапазон от 120 до 207 кельвин то есть мы стартуем примерно от 0 градуса по цельсию и уходим вниз до 120 кельвин могут быть обеспечены используем в лаборатории часто используются этот способ использования насыщенных растворов соли или соляных смесей это смесь соли и льда охлаждение понижение температуры достигается за счет того что лед плавится плавление льда это эндотермический процесс который требует затраты энергии вот поглощение энергии при плавлении льда и обеспечивает понижение температуры обратите внимание в зависимости от того какая именно соль используется и в каком процентном отношении в смеси со льдом могут быть достигнуты различные температуры но на пожалуй самая низкая температура которая может быть достигнута с использованием соляных смесей это смесь которая содержит 43 процента хлорида кальция и можно опуститься по температуре до 218 кельвин то есть минус 55 градусов по цельсию в общем то мы конечно таким способом не достигнем температуры 120 градусов по кельвину но тем не менее на 50 градусов на 55 градусов ниже нуля мы все-таки можем опуститься более глубокое охлаждение может быть достигнута если в качестве хладагента такого будем использовать другие вещества например использование сухого льда это твердый углекислый газ позволяет получить температуру на уровне 200 градусов кельвина более низкие температуры из по достигаются при использовании в качестве хладагентов сжиженных газов наиболее часто используемых хладагент это жидкий азот температура кипения которого составляет 77 градусов по кельвину и самые низкие температуры могут быть использованы могут быть получены при использовании жидкого гелия при этом температуру можно опустить почти до 4 градусов по кельвину температура но уже совсем вблизи абсолютного нуля помимо таких вот скажем экстенсивных способов получения холода есть другие подходы которые основаны на физических процессах и одним из довольно часто используемых способов достижения нежных низких температур является эффект джоуля томсона а он связан с тем что для не идеальных газов происходит изменение температуры когда газ через небольшое отверстие из зоны высокого давления выходит в зону низкого давления важно понимать что этот процесс является изоэнтальпийным то есть происходит без изменения энтальпии системы определяется количественно этот эффект через коэффициент джоуля томсона который представляет собой производную температуры по давлению изменение температуры при изменении давления при постоянной энтальпии и в общем виде может быть выражен через величины связанные с изменением давления и и температуры вы просите объема и температуры и связан с величинами теплоемкости соответствующего газа что важно понимать что для идеального газа этот коэффициент коэффициент джоуля томсона будет равен нулю поскольку внутренняя энергия идеального газа будет зависеть только от его температуры и не будет зависеть от его других параметров состояния в частности от объема поэтому эффект джоуля томсона может быть реализован на реальных газах которые на самом деле не являются идеальными соответственно коэффициент который характеризует изменение температуры газов при изменении его давления будет связан с величинами теплоемкости газа при постоянной температуре и при постоянном давлении эффект считается положительным если при расширении газа температура понижается и эффект является отрицательным если при расширении газа его температура повышается на этой диаграмме показана температурная зависимость коэффициента джоуля томсона для разных газов и можем отметить для себя мысленно линию отвечающую нулю соответственно область температур где ниже этой линии будет отвечать отрицательному коэффициенту джоуля томсона то есть температура газа будет увеличиваться при расширении область диаграммы выше этой линии будет отвечать положительному коэффициенту джоуля томсона то есть температура газа будет понижаться можно заметить что для большого числа газов в широком очень диапазоне температур коэффициент Джоуля Томпсона будет положительным. А вот для гелия уже наоборот в широком диапазоне температур будет наблюдаться отрицательный эффект Джоуля Томпсона, то есть его температура будет увеличиваться при расширении газа. Чем хороша криотехнология и каковы особенности продуктов, которые получаются в результате этого синтеза? Основными характеристиками, скажем так, веществ, которые получаются методом криотехнологии, являются высокая очень гомогенность распределения состава внутри продукта и возможность контроля размера частиц и их морфологии, а также узкое распределение частиц по размерам. Что это дает? Это дает высокую однородность для многокомпонентных композиций и это дает возможность получения многокомпонентных и многофазных материалов с высокой степенью химической однородности. Узкое распределение частиц по размерам дает нам высокую гранулометрическую однородность продукта, что нам в свою очередь позволяет получать материалы со строго контролируемым размером частиц. Поскольку мы можем контролировать размер частиц, то это обеспечивает нам получение высокодисперсных твердых фаз, которые будут обладать высокой удельной площадью поверхности, соответственно, высокой реакционной способностью. Это дает возможность синтеза, например, катализаторов или материалов, которые работают в контакте с газовой фазой типа газовых сенсоров. И исключительно важным моментом является предотвращение загрязнений, вызванных адсорбционными явлениями. Помимо того, что мы получаем, что само по себе важно, материалов с высокой удельной поверхностью и с узким распределением частиц по размерам, уже комбинация этих факторов позволяет нам получать керамические структуры с высокой однородностью, возможно, керамические структуры с высокой плотностью, потому что вот эта однородность частиц и их высокая реакционная способность, в том числе в твердофазных процессах, в том числе с пеканием, будет благоприятствовать получению такого рода материалов. Если мы посмотрим на круг объектов, которые могут быть получены методом химической технологии, то это очень широкое разнообразие, можно сказать, широкий ассортимент продуктов. Сейчас очень большую долю продуктов, которые получаются методом криохимической технологии, являются фармацевтические препараты и ферменты. Но я бы хотела отметить, что криохимическая технология позволяет получать вещества в ультрадисперсном состоянии, в нанокристаллическом состоянии, и уже на основе веществ в этом состоянии можно получать самые разнообразные функциональные материалы. Давайте посмотрим поближе, как криотехнология бывает полезно для получения вещества материалов в ультрадисперсном состоянии. Я напомню вам основные стадии золь гель технологии, это метод, который мы с вами уже рассматривали, который позволяет получать высокодисперсные материалы из жидкой фазы. И мы здесь имеем набор стадий, связанных с гидролизом солей, с протеканием реакции поликонденсации, который приводит к возникновению зародышей. Дальше, разрастание зародышей приводит к образованию золей. Коагуляция золей приводит к образованию гелей. Мы получаем гель, связанную дисперсную систему, в которой ультрадисперсная твердая фаза объединена в трехмерную сетку, и которая как бы переплетена с жидкой фазой, которая включена в пространство геля. И возникает задача удаления жидкой фазы, то есть задача сушки, задача удаления растворителя. После сушки требуется или не требуется кристаллизация. Вот эти стадии сушки и кристаллизации обычно для удаления растворителя требуют повышенной температуры. К чему приводит повышение температуры? Безусловно, к росту частиц, что является неблагоприятным процессом, когда мы говорим о получении материалов в ультрадисперсном состоянии. Так вот, криотехнология позволяет провести сушку и часто кристаллизацию без высокотемпературного нагрева. Что это значит? Это значит, что у нас есть возможность сохранить маленький размер частиц, который достигается, например, в золь гель технологии. Какие могут быть методы низкотемпературной сушки? Но даже без применения классической криотехнологии можно использовать при температурах близких комнатных твердые и жидкие адсорбенты. Если мы поместим наш гель в замкнутый сосуд, например, в оксикатор, который будет плотно закрыт, не будет контактировать с окружающей средой с точки зрения масса переноса, и в этот же сосуд мы поместим твердый адсорбент или жидкий адсорбент, в качестве твердого адсорбента поглотителя воды, например, может выступать диоксид фосфора, в качестве жидкого адсорбента может выступать, например, концентрированная серная кислота, то в течение какого-то времени через газовую фазу вот в этой закрытой системе будет происходить перенос растворителя в этот самый адсорбент. Таким образом будет протекать сушка. Достаточно медленный процесс, медленная вот такая сушка все равно будет приводить к получению достаточно крупных частиц. Методы классической низкотемпературной сушки подразумевают конденсацию паров замороженных растворов и вакуумную сушку замороженных растворов. Речь идет о том, что здесь мы уже оказываемся при температуре, которая должна быть ниже тройной точки растворителя. Если мы посмотрим на основные процессы, которые определяют криотехнологию. Первая стадия будет приготовление растворов. Здесь это важная стадия, которая обеспечивает именно химический состав получающегося продукта. Следующая стадия диспергирования этого раствора в виде капель чаще всего. Следующая стадия необходимая для того, чтобы мы могли отнести всю технологию к криотехнологии. Это процесс криокристаллизации, замораживания вот этих диспергированных капель. Дальше сублимационная сушка, дегидратация происходит в ходе этого процесса и затем термическое разложение получающегося уже обезвоженного или обезвоженного продукта в том случае, если речь идет о системах, когда в качестве растворителя выступает вода или высушенного продукта, из которого был удален какой-то органический растворитель. Приготовление исходных растворов чрезвычайно важная стадия, поскольку, как я уже сказала, обеспечивает химический состав конечного продукта. Какие требования? Во-первых, есть определенные требования к растворителю. Мы должны иметь возможность заморозить и удалить растворитель методом сублимации, то есть испарением твердого растворителя без его перехода в жидкую фазу. При этом этот растворитель должен обеспечивать растворение солей с образованием истинных или коллоидных растворов, если эти соли присутствуют совместно. И необходимо иметь возможность введения в растворитель нерастворимых компонентов в высокодисперсном состоянии, в высокой концентрации, вплоть до 50 массовых процентов. Под нерастворимыми компонентами в высокодисперсном состоянии, фактически, мы понимаем существование золей в данном типе растворителей. Каким образом мы можем и должны контролировать состав раствора? Во-первых, для приготовления раствора можно использовать весовые формы сухих солей, ни в коем случае не кристаллогидраты, сухие соли с точно известным составом. Или же можно приготовить растворы солей из невесовых форм, например, из кристаллогидратов, но обязательно определить точную концентрацию приготовленного раствора. То есть фактически речь идет о приготовлении тетрованных растворов, растворов с точно известной концентрацией. Диспергирование вот такого раствора многокомпонентного может быть осуществлено путем истечения раствора через какие-то насадки или фильеры, но чаще всего речь идет об использовании форсунок различного типа. Форсунки принципиально делятся на гидравлические и пневматические. В гидравлических форсунках процесс распыления определяется взаимодействием вытекающей струи с окружающей средой. Вот на этом рисунке показана принципиальная схема форсунки одноструйные. У нее есть одно единственное отверстие, из которого выходят струя и дальше разбивается эта струя на отдельные капли. Более сложные по своей структуре пневматические форсунки. Здесь процесс распыления уже связан с физическим взаимодействием жидкости с распыляющим газом, который подается в форсунку, а также взаимодействием сформированных газово-жидкой смеси с окружающей средой. В зависимости от того, какая используется форсунка и каковы свойства диспердируемого раствора, в первую очередь мы будем здесь понимать под свойствами раствора это его вязкость, будут формироваться капли, размер которых будет составлять вот от 50 до 800 микрометров. И эти капли будут попадать в хладагент и будет идти процесс криокристаллизации. Мы с вами конечно хорошо себя представляем процесс кристаллизации, когда из жидкой фазы образуется кристаллическое твердое вещество, не обязательно кристаллическое, но твердое. В чем отличие криокристаллизации? Дело в том, что здесь в условиях криокристаллизации в твердую фазу переходит не только растворенное вещество, но и растворитель. Поскольку речь идет о замораживании вот этих диспергированных капель. Этот процесс по-английски называется freezing и в результате этого процесса формируются так называемые криогранулы. Есть несколько способов получения криогранул. Во-первых, при непосредственном контакте с хладагентом, когда замораживание происходит в объеме жидкого хладагента, фактически мы проводим распыление, диспергирование наших капель прямо в объем охлаждающего агента. Чаще всего в качестве такого хладагента выступает жидкий азот, чрезвычайно удобный хладагент. Иногда используется охлажденная органическая жидкость. В результате этого процесса замораживание капель в объеме хладагента образуются криогранулы сферической формы. Можно распылять наш раствор, диспергировать наш раствор не в объем хладагента, а на какую-то очень холодную поверхность. При этом также будет происходить замораживание раствора, но уже форма гранул будет не сферическая, а искаженная такая в виде чечевицы. Можно проводить испарительное замораживание диспергируемых фрагментов раствора. Происходит оно в вакууме при давлении более низком, чем давление, которое отвечает тройной точке растворителя. Чуть позже мы на примере фазовой диаграммы воды вспомним, что такое тройная точка растворителя. И, наконец, возможно проведение криокристаллизации путем замораживания раствора в виде блока. Ну, под блоком на самом деле понимается достаточно тонкий слой раствора, к которому приливается жидкий азот. В данном случае речь не идет о диспергировании, речь идет о получении тонкого монолита. Чрезвычайно важным параметром является скорость охлаждения. Если охлаждение будет идти медленно, то мы придем к достаточно низкому переохлаждению раствора. К чему это приведет? Да, возникнет большое число центров кристаллизации в наружном слое гранулы. Разумеется, наружный слой будет замораживаться, будет кристаллизоваться. Но надо понимать, что процесс кристаллизации, процесс экзотермический сопровождается выделением тепла. В отличие от плавления обратного процесса, который является эндотермическим процессом и требует наоборот подвода тепла, происходит с поглощением тепла. Так вот, если идет кристаллизация частиц в наружном слое гранулы, то выделяется достаточно большое количество тепла. Это тепло будет препятствовать теплообмену внутреннего объема вот этой капли с хладагентом. И таким образом, фактически, мы будем реализовать кристаллизацию в близких к равновесным условиям, которые отвечают равновесной фазовой диаграмме. К чему это приводит? Что состав замороженных гранул будет связан с тем, каков состав раствора. То есть, в первую очередь будет, предположим, если у нас разбавленный раствор, будет выделяться в качестве твердой фазы лед. Если у нас концентрированный раствор, то в качестве твердой фазы будет выделяться соль. И полное замораживание раствора произойдет только в том случае, когда мы достигнем точки эфтектики, температуры эфтектики, когда будут одновременно замораживаться и растворитель, и растворенное вещество. Но это нам даст частицы неоднородные по своему размеру. Таким образом, будет потеряно одно из важных преимуществ криотехнологии. Напротив, высокая скорость охлаждения приведет к тому, что мы сразу окажемся при температуре ниже точки эфтектики. Это обеспечивает нам высокое пересыщение раствора, а как вы, я надеюсь, помните из предыдущих лекций, высокое пересыщение обеспечивает маленький размер критического зародыша и, на самом деле, короткая стадия кристаллизации, если вы вспомните диаграмму Ламера, обеспечит и узкое распределение частиц по размерам. Итак, давайте вспомним фазовую диаграмму воды. Эта диаграмма представлена вот здесь на слайде в координатах температура-давление. Сплошные линии на этой диаграмме отвечают равновесием, соответственно, между твердой и жидкой фазой, между твердой и газовой фазой, между жидкой фазой и газовой фазой. Тройная точка, которая здесь обозначена буквой О, отвечает равновесию трех фаз. Твердой, жидкой и газообразной. Напомню, как это выглядит визуально. Это когда у вас есть вода, в которой находится твердый лед и при этом вода кипит. Не сложно догадаться, что при обычном атмосферном давлении такую ситуацию наблюдать нельзя. Координаты тройной точки для воды отвечают температуре близкой к нулю градусов 273 кельвина и давлению 610 паскаль. Это достаточно низкое давление, если вы вспомните, что обычное атмосферное давление это 10 в пятой степени паскалей. Так вот, координаты тройной точки таковы, то есть ситуация, когда вода, в которой находится лед, кипит, может быть реализована, да, при нуле градусов Цельсия, но при очень низком давлении. Если мы будем вести нагрев льда при температуре меньшей, чем температура тройной точки и давлением меньше, чем давление в тройной точке, то мы будем реализовывать процесс сублимации, то есть перехода воды из твердого состояния из льда в газовую фазу, минуя жидкое состояние. Таким образом, мы удаляем растворитель из замороженных гранул и не возвращаемся в состояние жидкого раствора. Понятно, что процесс такого перехода требует затраты энергии, превращения твердой воды в воду в газообразном состоянии. Энергия этого процесса определяется изменением энтальпии, которая составляет примерно 52 кД на моль или 2400 кД на килограмм воды. Чтобы перевести воду в условиях криохимической сушки из нашего объекта, который мы высушиваем, удалить его из объекта, который мы высушиваем, обычно применяется система, в которой есть зона, в которой, собственно говоря, находится наш высушиваемый объект, и зона, в которой может конденсироваться выделяющийся водяной пар. И, соответственно, эти зоны будут отличаться по своей температуре, и будут отвечать разному давлению насыщенного пара воды. Итак, в зоне испарения, в которой обычно, в которой находится наш высушиваемый продукт, наш высушиваемый объект, температура обычно достаточно высокие, то есть близкие к температуре тройной точки. При этом мы будем иметь достаточно высокое давление насыщенного пара, но оно в любом случае будет ниже, чем давление, отвечающее тройной точке. Чтобы сконденсировать пар в другой точке пространства, нам необходимо понизить температуру в этой области пространства. Здесь вы можете обратить внимание, температуры существенно более низкие, и, соответственно, это отвечает меньшему давлению, парциальному давлению насыщенного пара воды, и это позволяет сконденсировать наши выделившиеся пары в этой области. Таким образом происходит как бы перегонка водяного пара из области сублимации, из области высоких температур в область конденсации, в область более низких температур. Вот на этом рисунке показана принципиальная схема такой криохимической установки, область сублимации, область испарения, отвечающая более высокой температуре, в которой происходит испарение растворителя, и область конденсации, куда будет переноситься наш пар, который выделяется из охлаждаемого продукта. Что необходимо учитывать? Чем сильнее мы, чем дольше происходит у нас процесс сублимации, тем ниже оказывается температура в этой зоне. Почему? Потому что расходуется энергия на испарение растворителя. Соответственно, если понижается температура в зоне сублимации, то будет уменьшаться и интенсивность испарения растворителя. И таким образом в системе наступает некоторое динамическое равновесие. То есть мы уже не сможем выше, мы не сможем полностью удалить воду из нашего высушиваемого продукта. С чем это связано? Связано со следующими процессами. В зоне испарения в любом случае происходят два процесса. Это сублимация пара с поверхности и его обратная конденсация на этой же поверхности. Скорость сублимации пара с поверхности будет определяться, разумеется, температурой в этой зоне на поверхности. Во-вторых, равновесным давлением пара над замороженным растворителем при этой температуре. Скорость конденсации пара, обратный процесс на этой самой поверхности, будет определяться реальным давлением пара растворителя над поверхностью и температурой газовой фазы. Но надо сказать, что в области, непосредственно прилегающей к поверхности, с которой происходит сублимация, можно считать, что температура газовой фазы близка очень к температуре. поверхности. Таким образом, результирующая скорость сублимации пара с поверхности будет являться разностью между скоростью сублимации и скоростью обратной конденсации пара на поверхности. Как мы можем повысить, если у нас динамическое равновесие, мы хотим его, естественно, сместить в ту сторону, в которую нам нужно, то есть в сторону испарения растворителя. Мы можем понизить температуру в зоне конденсации. Чем ниже температура в зоне конденсации, тем больше перепад давлений пара растворителей в зоне сублимации и в зоне конденсации, соответственно, тем в большей степени будет происходить перенос растворителя из области с высокой температурой в область с низкой температурой. Наиболее часто используется в качестве, скажем так, агента, создающего вот эту низкую температуру, это жидкий азот. Вот так называемая азотная ловушка. Емкость таких ловушек весьма большая и один квадратный сантиметр площади поверхности вот этой ловушки может вообще говоря на себя принять до 15 литров за одну секунду растворителя, наморозить на поверхности охлаждаемой зоны. Но чтобы реально увеличить скорость сушки, необходимо компенсировать затраты тепла, которые идут на испарение растворителя. Таким образом, при подводе тепла мы будем поддерживать температуру в зоне сублимации, поддерживать достаточно высокую температуру в зоне сублимации. Для чего нам нужен вот этот подвод тепла? Ну, собственно, для того, чтобы обеспечить необходимую энергию для процесса сублимации. На рисунке, на двух рисунках, которые представлены на этом слайде, показаны результаты моделирования, результаты расчета. Сколько нужно времени затратить на то, чтобы испарить 100 грамм льда. На этих рисунках показаны две линии. Одна линия – это скорость убывания массы льда. Вот эта линия не очень похожа на этих двух рисунках. А вторая линия – это температура, которая при этом реализуется в зоне сублимации. Я хочу обратить ваше внимание на то, что разная временная шкала на этих рисунках. Итак, полная потеря растворителя льда. Если мы не подводим дополнительное тепло, а лишь создаем перепад температур в зоне сублимации и в зоне конденсации растворителя, чтобы испарить 100 грамм льда, нам потребуется 40 часов. Если же мы будем подводить совершенно небольшую энергию, меньше ватта на сантиметр квадратный испаряемой поверхности, с которой происходит испарение, то мы в 10 раз уменьшим необходимое время с 40 часов до 4 часов. Таким образом, вот этот подвод тепла является исключительно эффективным способом уменьшения времени для реализации процесса криохимической сушки. Какими способами мы можем подвести тепло? Три варианта. Первый способ кондуктивный. Он реализуется при прямом контакте высушиваемого объекта с тепловым источником. Ну, обычно это нагревающая плита-сублиматор, металлическая плита, на которой находится наш порошок, достаточно тонким слоем, и эта плита греется. Надо понимать, да, что эта плита должна нагреваться до очень небольших температур для того, чтобы мы оставались в зоне, которая отвечает, которая отвечает условиям ниже тройной точки растворителя. Другой способ, конвективный. Этот способ реализуется, если за счет взаимодействия газа с твердым телом, фактически мы обдуваем теплым, несколько нагретым газом поверхность, с которой происходит испарение. И, наконец, радиационный подвод тепла получается, реализуется, если мы используем какое-то излучение, и это излучение поглощается нагреваемым объектом. В качестве излучения чаще всего выступает ИК-излучение или СВЧ-излучение. В чем отличие радиационного способа нагрева от кондуктивного и конвективного? В этом случае, поскольку излучение поглощается всем объемом материала, то и греется сразу весь объем. В случае кондуктивного подвода тепла у нас греется, скажем, нижняя поверхность высушимого материала. В случае конвективного также греется поверхность, но верхняя, которая контактирует непосредственно с газом, который несет функцию теплоносителя. Помимо подвода тепла, эффективность сушки может быть повышена за счет удаления паров растворителя из системы. То есть мы переходим от такой закрытой системы, которую мы наблюдали на предыдущих слайдах, к открытой системе, из которой растворитель удаляется и в этой системе создается вакуум. Какова здесь может быть роль вакуума? Дело в том, что скорость испарения растворителя будет связана с разницей давления. Каких давлений? Давлением насыщенного пара растворителя при заданной температуре, при температуре поверхности, с которой происходит испарение, и реального давления пара вблизи этой самой поверхности, с той же самой температурой. Соответственно, если мы за счет вакуума, за счет общего пониженного давления понижаем величину давления пара вблизи поверхности, то, соответственно, мы увеличиваем вот эту разницу по сравнению с давлением, которое отвечает равновесному насыщенному пару при данной температуре, и, соответственно, мы будем обязательно увеличивать скорость испарения, выхода пара из высушиваемого объекта. Но, несмотря на все, скажем так, способы ускорения криохимической сушки, сублимационной сушки, она все-таки остается лимитирующей стадией в процессе в общей длительности криохимической технологии. Составляет 10-12 часов, но часто и более. Существуют альтернативные методы удаления растворителя из криогранул, из продуктов криокристаллизации, которые, в общем-то, позволяют избежать длительной процедуры сублимационной сушки. Два основных подхода – это криоэкстрагирование и криоосаждение. Криоэкстракция или криоэкстрагирование – это удаление льда из криогранул за счет обработки органическими растворителями, за счет экстракции льда в жидкую фазу, в органическую фазу. Но при этом температура должна быть ниже температуры плавления замороженных гранул. Что важно? Солевая фракция, твердая фракция в криогранулах, наша целевая, наш целевой продукт не должен растворяться в используемых экстрагентах. И криоэкстракция включает несколько стадий. Первая стадия – это процесс взаимодействия криогранул с нашим экстрагентом, в ходе которой должно произойти растворение льда в органическом растворителе. В отличие от сублимационной сушки, этот процесс занимает 1-2 часа. Ну, в общем-то, достаточно существенное сокращение с точки зрения длительности процесса. Следующая стадия – это сепарация. Мы должны отделить наш целевой продукт, который не растворился в этом органическом экстрагенте, от жидкой фазы. Здесь может быть отстаивание, фильтрация, центрифугирование. Иногда даже использует процесс отжима вот этого твердого остатка. Но, безусловно, нельзя полностью удалить таким образом растворитель из твердой фазы гранулы. Поэтому существует еще и дополнительная стадия, связанная с извлечением остатков растворителя из этой твердой фазы. Здесь может быть использована и та же сублимационная сушка. Но, поскольку количество растворителей уже существенно уменьшено, то и длительность этого процесса будет заметно сокращена. К экстрагентам, к тем самым растворителям, в которых будет растворяться лед, предъявляется ряд требований. В частности, они должны обладать низкой вязкостью, при этом иметь низкую температуру замерзания. В них должна очень хорошо растворяться вода. При этом целевые продукты должны плохо растворяться в этих растворителях. И, безусловно, такие растворители должны обладать низкой стоимостью, малой токсичностью и возможностью регенерации для многократного использования. Криоосаждение. Несколько другой процесс заключается в обработке криогранул растворами кислот или щелочей или солей, которые содержат анионы, которые могут взаимодействовать с теми катионами, которые входят в состав криогранулы, которые являются компонентами целевого продукта. И при этом должны образовываться трудно растворимые соединения. Здесь также мы можем выделить различные стадии этого процесса. Обработка реагентом также 1-2 часа при температуре ниже температуры плавления. Опять же, фильтрование образовавшегося продукта. Этот процесс обязательно должен найти при пониженной температуре, чтобы не произошло растворение. И также извлечение остатков растворителя или продуктов взаимодействия из получающейся твердой фазы. В качестве осадителей чаще всего используются водные растворы аммиака, карбоната аммония, щавелевая кислота или оксалат аммония. В качестве солей, с которыми будет происходить взаимодействие вот этих самых осадителей, используются хорошо растворимые нитраты, хлориды или ацетаты. И теперь я бы хотела рассмотреть несколько примеров, которые показывают, каким образом криотехнология является полезной для получения веществ и материалов в ультрадисперсном состоянии. Давайте рассмотрим процесс получения диоксида титана, титана-2, если исходным веществом является у нас содержащий в воду гель диоксида титана, полученный по золь гель технологии. Фотографии на этом слайде показывают микроструктуру продуктов, которые получаются при сушке гидрогеля диоксида титана на воздухе при температуре 80 градусов Цельсия. Это обычный путь высушивания гелей. При этом получается ксерогель диоксида титана. Вы можете видеть достаточно плотная структура из частиц совершенно разного размера. Если же тот же самый гидрогель диоксида титана мы подвергаем криосушке, сублимационной сушке с удалением растворителя в вакууме при пониженных температурах, то мы получаем высоко дисперсный продукт с маленьким размером частиц и с высокой однородностью частиц по размерам. На рисунке справа показано, каким образом меняется удельная площадь поверхности диоксида титана при проведении последующей термической обработки для разных образцов. Здесь образец, который получен при сушке на воздухе, обозначен как образец ксера. Он помечен квадратными символами. Мы можем с вами заметить, что имеет достаточно большую площадь поверхности при температуре 25 градусов, то есть сразу после охлаждения, до дополнительной термической обработки. И его площадь поверхности существенно уменьшается при отжиге при температуре 300 и затем 600 градусов Цельсия. Образец, который получен по методу криотехнологии с использованием сублимационной сушки, здесь он на слайде обозначен как образец крио, обозначен крестиками на этом рисунке. Мы видим, что во всех случаях он имеет существенно большую удельную площадь поверхности, как и в первый момент. В первый момент до термической обработки вообще здесь рекордные значения свыше 500 квадратных метров на грамм. Да, при повышении температуры обработки площадь поверхности закономерно уменьшается, но даже при температуре 600 градусов Цельсия величина удельной площади поверхности находится вблизи значения 100 квадратных метров на грамм. Помимо вот такой высокой удельной площади поверхности использование криосушки позволяет получить другие полиморфные модификации иногда. Например, в том же случае с гидрогелем диоксида титана, который был подвергнут сушке на воздухе при температуре 110 градусов Цельсия, при этом был получен ксерогель титана-2 и подвергнутый криосушке, мы получили криогель титана-2. Дальше эти продукты были подвергнуты термическому отжигу при температуре 400 градусов Цельсия и соответственно 700 градусов Цельсия. Что мы здесь отметим? Продукты, которые были получены при температуре 400 градусов Цельсия, в общем-то имеют достаточно большую удельную площадь поверхности в обоих случаях, как в случае ксерогеля, так и в случае криогеля. В случае ксерогеля мы имеем даже большую удельную площадь поверхности. При температуре 700 градусов Цельсия площадь поверхности ксерогеля диоксида титана катастрофически падает до единиц квадратных метров на грамм, 5 метров квадратных на грамм, с учетом ошибки, с которой на таких параметрах определяется удельная площадь поверхности. Это на самом деле очень маленькая величина. Продукт, который был получен из криогеля диоксида титана имеет существенно большую площадь поверхности. Да, безусловно, повышение температуры отжига снижает удельную поверхность, но в данном случае она остается весьма существенной и для температуры 700 градусов Цельсия это на самом деле очень большие величины площади поверхности. Но помимо этого здесь есть любопытная особенность. При прокаливании при 700 градусах Цельсия ксерогеля диоксида титана кристаллизуется титану-2 в основном со структурой рутила. В то же время отжиг при 700 градусах криогеля титану-2 приводит к образованию тоже кристаллического диоксида титана, но в виде фазы анатаза. Вы можете заметить, что при температуре 400 градусов Цельсия оба продукта кристаллизуются в фазе анатаза. Таким образом, вот это изменение способа высушивания исходного гидрогеля диоксида титана приводит к тому, что меняется температура фазового превращения анатаза в рутил. И использование криогеля диоксида титана, использование криосушки позволяет существенно повысить вот эту температуру перехода. В чем интерес? Дело в том, что фаза со структурой рутила является термодинамически стабильной фазой. Таким образом, использование криосушки позволяет даже при высоких температурах отжига 700 градусов Цельсия застабилизировать нестабильную кристаллическую модификацию, что является часто такой технологической проблемой и задачей, которая требует решений. Таким образом, вот использование криотехнологий позволяет реализовать такие процессы. Еще один пример, который связан уже с диоксидом кремния, который, как вы, я надеюсь, помните из наших лекций по золь-гель-технологии, является продуктом, для которого вот эта самая золь-гель-технология очень хорошо разработана. И диоксид кремния является часто используемым носителем для разного рода катализаторов. Разные процессы требуют различной структуры, в том числе пористой структуры катализатора. И использование криосушки для диоксида кремния, который получен из геля, из гидрогеля диоксида кремния, с дополнительной стадией замены растворителя позволяет очень сильно варьировать, модифицировать макропористую структуру криогеля, которые получаются при кристаллизации и при дальнейшей сублимационной сушке. На этом слайде показана вот эта самая макропористая структура образцов диоксида кремния, который получен с использованием криокристаллизации и криосушки последующей. Но перед процессом кристаллизации была произведена замена растворителя воды на различные вещества с использованием циклогексана, диметилкарбоната, смеси третбутилового спирта с водой и смеси третбутилового спирта с неполярным растворителем. Вы можете заметить, что при том, что размер частиц, скажем так, первичных частиц диоксида кремния во всех случаях достаточно близок, но общая организация структуры с точки зрения пор, а именно макропор, является совершенно различной. Это, безусловно, будет определять различную скорость диффузии реагентов через такие поры и, соответственно, будет определять разную активность катализатора в каталитических процессах. Подбирая нужную пористую структуру, можно существенно повысить эффективность работы нанесенного катализатора на такой носитель. И еще несколько слов я бы хотела рассказать о любопытной модификации метода, связанной с химическим получением высокодисперсных материалов. Этот метод называется криозоль. Он сочетает в себе стадии, подходы, отвечающие золь-гель-методу и сублимационную сушку. В чем здесь особенность? Речь идет о том, что криокристаллизации, замораживанию подвергаются золи. Здесь в хладагенды, в жидкий раствор диспергируется не солевой раствор, который потом подвергается термическому разложению, а уже золь сформированных частиц конечного продукта. В качестве конечного продукта выступают гидроксиды или оксиды металлов. Давайте посмотрим первый пример, который связан с системой гидроксидов и оксидов алюминия и хрома. Первой стадией этого процесса, как в классической золь-гель-технологии, является приготовление водных растворов, содержащих нитраты, в данном случае металлов, нитраты хрома и алюминия. Далее проводится стадия ионного обмена. В чем заключается ионный обмен? Это взаимодействие вот этого раствора с анионобменными смолами, в ходе которых происходит замена нитрат анионов на гидроксид анионы в соответствующем растворе. Это приводит к образованию золей гидроксидов, соответственно, хрома и алюминия. И вот этот золь диспергируется в жидкий азот и далее подвергается низкотемпературной сушки, сублимации при давлении 3-5 паскалей, при очень низком давлении. Получающийся сухой продукт из гидроксидов, соответственно, хрома и алюминия, дальше подвергается термическому разложению для получения смеси оксидов. Исключительно высокая химическая однородность получаемой смеси, такое очень равномерное гомогенное распределение катионов хрома и алюминия в получающемся продукте, приводит к следующему любопытному факту. На правом рисунке на этом слайде показана диаграмма состояния, в которой по оси абсцисс отложено общее содержание хрома в системе, по оси ординат отложена температура. Что здесь интересно? Здесь показаны границы твердых растворов. Мы можем заметить, что при избытке хрома, когда основной фазой является хром 2О3, протяженность твердого раствора составляет порядка 15% оксида алюминия, то есть 15% атомов хрома замещены на алюминий и при этом фаза представляет собой единое кристаллическое вещество. Здесь на этом рисунке представлены результаты для объектов, полученные по двум технологиям. Черными символами отмечены результаты, полученные для смеси оксидов, полученные в результате технологии по криозоль-синтезу, и символами в виде крестиков показаны результаты, полученные для смеси двух оксидов, механическую смесь, которые нагрели до соответствующей температуры. Мы можем отметить, что в случае твердых растворов на основе оксидов алюминия, то есть там, где у нас содержится небольшое количество хрома, механическая смесь дает существенно меньшую по своей протяженности область существования твердого раствора. В то же время использование криозоль-технологии практически на 10% позволяет увеличить протяженность вот этого твердого раствора, то есть на 10% позволяет увеличить количество атомов алюминия, внедренных в кристаллическую структуру оксида хрома. Вот такое поведение системы связано с тем, что криозоль-метод обеспечивает именно очень высокую химическую однородность в плане распределения компонентов в продукте, который получается после криозушки. Еще один пример, который мне хотелось бы вам показать, связан с получением диоксида олова, полупроводникового оксида, который широко используется, наверное, в основном как материал для полупроводниковых газовых сенсоров. И для таких материалов, исключительно важным параметром является маленький размер частиц и, соответственно, большая удельная площадь поверхности. И сейчас я проведу сравнение двух объектов, в обоих случаях диоксид олова, полученный из одного и того же исходного вещества, это тетрахлорид олова, но один из них получен простым способом осаждения с последующей термической обработкой, а второй образец получен по технологии криозоль. Итак, первой стадией во всех, в обоих случаях является осаждение альфа-оловянной кислоты, получение геля альфа-оловянной кислоты путем добавления раствора аммиака к раствору, содержащего тетрахлорид олова. Дальше этот гель можно подвергнуть простой сушке, получить, соответственно, ксерогель. Здесь он будет дальше обозначен как образец А. Второй вариант включает получение золя альфа-оловянной кислоты. Для того, чтобы получить из геля альфа-оловянной кислоты золь альфа-оловянной кислоты, необходимо провести дополнительную стадию, которая заключается в получении гидроксостаната натрия и затем по катионному, в данном случае уже обмену, перевести, заменить катионы натрия на протоны и таким образом сформировать коллоидный раствор золь альфа-оловянной кислоты. Вот этот золь, так же как в предыдущем случае, уже был подвержен криокристаллизации, диспергированию в жидкий азот и криосушке. В первую очередь я бы хотела обратить ваше внимание на существенно разную морфологию получающихся объектов. В первом случае, в случае ксерогеля, мы имеем крупные частицы трехмерные совершенно с очень широким распределением частиц по размерам. В случае продукта криосушки, в случае продукта полученного по методу криозоль, мы имеем двумерные пластинки. Причем толщина этих пластинок мала, она составляет порядка 10 нанометров. Формирование такой двумерной структуры в данном случае связано с тем, что при замораживании льда лед имеет такую пластинчатую гексагональную структуру и лед выступает в качестве подложки, на которой по методу гетерогенного зародыша образования происходит образование частиц уже диоксида олова. Причем, поскольку криосушка не подразумевает высокой температуры, то эта структура сохраняется и при удалении растворителя. Теперь давайте посмотрим на то, каковы параметры получающихся продуктов, если мы применим дополнительный высокотемпературный отжиг. На левом верхнем рисунке показано, как меняется размер частиц при отжиге образца А ксерогеля диоксида олова и образца В криогеля диоксида олова при различных температурах. Вы можете заметить, давайте остановимся на максимальной температуре, которая здесь была использована, температура 700 градусов Цельсия. Частицы диоксида олова, полученного из ксерогеля, будут иметь размер порядка 40 нанометров. В то же время частицы, которые получены из криогеля, сохраняют размер менее 5 нанометров. Это в свою очередь обеспечивает очень высокую удельную площадь поверхности диоксида олова, который получен из криогеля, по сравнению с удельной площадью поверхности диоксида олова, полученного из ксерогеля станом О2. В чем причина? Причина в первую очередь именно в размерах частиц, которые присутствуют в ксерогеле и в криогеле. Как я уже отметила на предыдущем слайде, ксерогель представляет собой трехмерные частицы с очень широким распределением частиц по размерам. Движущая сила роста кристаллов при термической обработке в соответствии с теорией Левшис-Слезова, которую мы с вами рассматривали на одной из первых лекций, движущая сила роста кристаллов будет определяться разницей между химическими потенциалами для самых крупных и самых мелких частиц. Поэтому частицы с широким распределением частиц по размерам при повышении температуры будут легко подвергаться перекристаллизации. Это будет приводить с одной стороны к увеличению среднего размера частиц, с другой стороны к расширению распределения частиц по размерам. Если же система построена из монодисперсных частиц, из частиц с узким распределением частиц по размерам, разумеется, повышение температуры будет приводить к увеличению размера частиц, но к существенно более меньшему. И при этом и увеличение распределения по размерам также будет крайне незначительным. Таким образом, полидисперсные системы, такие как ксерогели, легко подвергаются перекристаллизации, а монодисперсные системы, такие как криогели, оказываются инертными к воздействию высоких температур. И именно вот эта инертность обеспечивает конечный маленький размер частиц получающегося продукта и большую удельную площадь поверхности получающегося продукта. И в заключении я бы хотела еще раз подчеркнуть, какие есть преимущества в криотехнологии для получения различных объектов. Исключительно важным преимуществом преимуществом криотехнологии является возможность сохранения химического состава и высокой химической гомогенизации образующегося продукта. Причем это обусловлено тем, что сохраняется распределение компонентов, присущие растворам. Это позволяет получать очень сложные по своему составу системы. Исключительно важными преимуществами криотехнологии являются малый размер образующихся частиц и их узкое распределение по размерам, что обеспечивает с одной стороны высокую однородность и устойчивость к термическому воздействию, с другой стороны позволяет получать частицы, которые будут проявлять одинаковую высокую активность в различных процессах, в том числе в процессах спекания. И в дальнейшем это может помочь при получении и высокоплотных керамик. Полученные продукты, что важно для фармацевтического применения, имеют весьма длительный срок хранения при соблюдении определенных условий. И наконец, если мы говорим о технологической реализации, то криотехнология по сравнению, например, с экстракцией с помощью сверхкритических флюидов будет обладать достаточно низкой эксплуатационной стоимостью, что делает такой процесс весьма экономически выгодным. На этом я сегодня закончу. Спасибо за внимание.